Троллейбусный парк уже давно взял за традицию проводить тренинги, ведь доступная среда для маломобильных граждан – это в первую очередь возможность свободно передвигаться по городу. На сегодняшний день, я смотрю, у водителей интерес есть, сами вызываются попробовать, потому что половина сегодняшних водителей, так сказать, стажёры, они ещё на линию не выезжали, им это предстоит. Ну, в дальнейшей, в самостоятельной работе им будет легче. Как помочь заехать в салон и выехать из него? Что делать, если пандуса нет? На тренинге звучали вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются на практике и водители, и инвалиды. Они очень важны для того, чтобы водитель понимал, когда нужна помощь, как она нужна, чтобы это не было, как ты заезжаешь, съезжаешь, и тебя хватают, просто не спросив, надо тебе помочь или нет, и пытаются вытопнуть. Как в школе там, да, повторение мать учения, вот, то есть, ну, чтобы не было проблем, нюансов каких-то, где-то кто-то забыл, как посадить, высадить пассажира. Что ж до водителей, то, по словам руководства, ежедневно перед выходом на маршрут инструктаж, быть вежливыми и помогать людям с ограниченными возможностями. Мне, как молодому специалисту, это очень важно, ну, и актуально, потому что начинаем только вот работать, первые шаги, ну, и с такой ситуацией придется встречаться, и, ну, это очень полезно. Ну, а часто вообще вам приходится помогать? Сейчас бывает, бывает, вы знаете, не часто, но бывает, в месяц, может, 3-4 раза, бывает, бывает, потому что работаешь, бывает, и частенько, бывает, ну, зимой, конечно, в осенний-зимний период пореже, весенний-летний период, конечно, чаще. Сейчас на дорогах города только низкопольные троллейбусы, 28 из которых с откидным пандусом, в планах закупка еще нескольких машин. Устранять барьеры, не создавая новые. По таким девизам в Бобруйске реализуется государственная программа для создания равных условий для людей с ограниченными возможностями. Сделано уже многое, но не меньшее еще предстоит. И тогда наш город точно будет удобен для каждого. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.